Йоу, братюни, здорово, с вами Корот. И угадайте, как у нас рванули, наша команда, практически полным составом, там, за исключением кризиса с моим. Та-дам! Я не знаю, видно, нет? Итак, время 10.10. У нас Москва, Казанский вокзал. Мы только что приехали. Спали где-то часа 4 суммарно. В общем-то так. Ну, сегодняшний день обещает быть очень продуктивным и очень веселым. Будем вести отчет. Ждите. Так, брат, я не знаю, слышно, нет? Станция белорусская. Мы уже на подходе к страйк-клону, к павильону, где все это будет проводиться. Да, прошу прощения, что за шакаля качество, звука и видео. Мы вообще не планировали снимать материал, в принципе. И идея что-то отснять нам пришла уже, когда мы ехали в поезде уже на полпути в Москве из Рязани. То есть где-то в колонну, приезжая колонну. Да, поэтому будет как-то у нас такой немножко топорно все проходить. Вот, ну, что сможем, то сможем сделаем. А оборудование, естественно, мы поэтому с собой не брали для съемки ни камеры, ни штатист, ничего. Ну, будем телефонами выкручиваться. Так, ребят, мы уже приехали. Да, стоим, ждем, пьем кофе. Иди, помахай в камеру, что ли, Розик. Все сейчас хмурые какие-то у нас ходят, но так в целом весело. Ладно, сейчас зайдем внутрь, будем смотреть уже, что дальше. Нам уже не терпится. Ладно, народ, мы прорвались. Да, народу просто тьма. Ажиотаж прям внутри творится. Сейчас попробуем прорваться к какому-нибудь стенду и что-нибудь поснимать уже более интересное. Внутри нас встретило просто нереальное количество людей. Присутствовали представители различных тусовок. Были и любители сталкер-страйка, и косплееры, и люди, замороченные на реконструкции. И те, кто просто увлечен страйкболом. Мы сразу попытались прорваться к стенду в Страйк Армс, чтобы посмотреть главную и самую ожидаемую, наверное, новинку страйкбольного вооружения – Грозу. Удалось не только подержать в руках этот интереснейший образец, но и задать пару вопросов представителям самой команды-создателей. Самая трудная трудность – это вратовки. Специально обученный человек, который занимался в работе. И с фоломбоксом и шампановкой. Куда поставить, что определить, как поставить мотор, как перенаправить в операцию с 3.4.3. Насколько я знаю, были у вас такие трофеи. Бокс уникальный. Он полностью разработан собственное с нуля, поэтому он уникальный. Комплектация будет несколько, или будет сразу несколько модулей в комплект? Нет, комплектация тоже, чтобы приобрести, и в этом просто банальше в магазине. У нас не простую версию, то есть будет каратер-штабор. Вот. Валерий, в последнее время, на вашем году, это будет подвиженную модуль. Ну, конечно, вы, да? Вы, да, вы, да? Вы, да, 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 вы, да. У нас убежал. Вот. И, соответственно, не проблема, мы же потом меняем все модули. Водвы необходимые условия. А я, конечно, не шамптикальный прицел. Нет, это, пока, это с лишним условиями производства будет, и, соответственно, мы не готовы к такому. Ну, мы с вами, главное, сколько, все цены, все цены, по комплектации, вот так и по всем. В принципе, в контакте, чай, потом, чай, потом, чай, потом, чай, потом. Постоянно, периодически, стер. Ожидайте, чай, потом. Хорошо. Я, да, большое вам спасибо. Пока лететь не зашли. Далее мы со всех ног помчались к стенду таг-ин, где ажиотажа было не меньше. Уж очень всем хотелось посмотреть и подержать в руках успевшие наделать шумы в интернете подствольник М203 в различных модификациях и строкбольную реплику гранаты М67. Граната и фрямь была крайне необычной в сравнении со строкбольными аналогами других производителей. Основным принципиальным отличием является двойная скобака ко боевого прототипа и вес в точности соответствующий оригиналу, а по подствольнику удалось немного пообщаться с создателями. Скажите, пожалуйста, а вообще какие-то сложности с разработкой, с производством были? То есть или... Так тебе паза, это такалось. Вообще, эта серия, милитарь-тренинг, она разрабатывалась на протяжении более чем 3 года, и основная проблема была это замене системы инициализации самого быстрого граната. Стоимость переработки, элемент, который отвечает за производство груза, сертифицировали, элемент расшипной, так скажем, который многие называют капсульным, но это не капсуль, это наш элемент расшипной, сертифицированный, как бы бытовая пиротехника третьего класса. Именно в этом и стояла особенность вот этих длительных разработок. И это позволило нам использовать одноразовую гильзу, то есть гильза теперь одноразовая, меня мешать ее, носить с собой, там, для Кикшелла, какую-то сменную гильзу и бояться ее потерять не нужно. Причем это не повлияло на стальность. И могу сказать, что это еще будет надолго. Так, ну, насколько я знаю, из анонсов у вас вроде будет три версии, то есть Шотти, Шотт и Лонг, да? Так, соответственно, как вы говорили, в марте будет релиз, да? В марте будет, нет, релиз уже состоялся, мы фактически презентуем его здесь на выставке, этот продукт 203-й МТ. Продажа, он поступит в марте, а версия стендалон поступит в продажу в конце апреля. Версия с креплением на ствол, 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 в конце осени. Ну и главный вопрос, который всех волнует, это стоимость. Стартовая стоимость базового комплекта, предстоящего из кераметичного бокса, с ковым устройством, прицельного приспособления, а также комплекта для его чистки и обслуживания будет составлять примерно 55 тысяч рублей. Хорошо, отлично, большое вам спасибо. Далее мы пошли гулять по экспозиции. Было на что посмотреть и что купить. От обилия магазинов со снаряжением и аксессуаров разбегались глаза. Многие продавцы и команды предлагали поучаствовать в конкурсах и лотереях. Во время одного из таких конкурсов разговорились с ребятами из команды наемников вселенной Сталкера. В отличие от своих игровых прототипов, эти наемники оказались на редкость дружелюбными и даже немного рассказали о своем проекте. Мы наемники наемники вселенной Сталкер-Страйка, группы Центр. Собились в 2017 году. С тех пор ездим каждый год, каждый сезон на игры по Сталкеру. Выезжаем также на неформальные мероприятия, собираемся уже с гражданки, тоже собираемся с бойцами. Выезжаем по всей России, начиная от Краснодара, Ростова, Липецк, Воронеж, Нижний Новгород, Сарар, Род, Битин. Поэтому ездим на игры там, где это интересно, туда, куда нас зовут. У нас своя группа есть уже достаточно обширная. У нас есть музыкальная группа, созданная в конце прошлого года, который выпустил уже три трека на все музыкальные площадки. Там есть ходик, можно будет сфотографировать и перейти к ним в группу. Сейчас они готовятся выпускать уже альбом. Поют в основном тоже по вселенной Сталкер-страйка. Ну и такие обыденные песни, которые, как, наемники, как живут в зоне, что делают. Поэтому, ребята, ждем вас у нас в группе. Кто захочет, пишите, вступайте к нам в группировку. Мы будем рады. Погуляв еще немного по экспозиции, мы двинулись обратно домой. Так как изначально мы даже не думали делать репортаж, то приобретенные билеты на поезд сильно ограничивали нас по времени. Но это путешествие было только началом. Мы обязательно вернемся на этот праздник страйкбола с любовью, созданной ребятами из оргкомитета стратег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!